Привет, с вами я, Чупа Хардкор, и мы начинаем играть в Петро 2033, здесь потрясный первый ролик, вот, какие-то странные дети в противогазах, в шантах, видимо, американцы именно так сейчас представляют Россию, то, что мы живем в таком месте, вот, но вообще наслаждайтесь с вами. Детишки открыли его рот, чтобы купить память не демона, конечно, вот, едут в каком-то метро, но, собственно, игра называется метро, первая часть была нереально крутая, вот, ну, вторая, я надеюсь, будет такой же, и не менее замечательной, и сейчас мы видим московский рынок, какой-то кривой рисунок, soft, cool, wind на моей face, mother bought me an ice cream, that was the last time I tasted it, that day humanity was executed, Москва тогда. Взрыв. Да уже. Видно, это слишком жесткое будущее. Я не понимаю вообще, как там кто-то уцелел. Ну, по-моему, мы уйдем из метро, и я осталась живыми. И он, по-моему, решил, что флешить нас от не было в порядке. Потом он пошел о своем бизнесе, или, может быть, умер. Иисус Христос, тут ящерицы едят в мире. Я вспомнил так много рандом, нескольких вещей. Там надо печь хлеб по-русски, вот на завод. Ребята, поехали. В общем-то, мы начинаем играть. Мне звонил мой надоедливый друг Коля. И я сделал. Вот, видим крутого мужика. Как я понимаю, это Артем. Вот, мы начинаем играть в метро. Вот мы в меню. Наконец-таки, столько я ее ждал. Так, ну, выбираем сложность. Режим Рейнджера. Ммм, нет, это не для меня обычный режим. Я метро только первое проходил. Блин, Рейнджер хардкор, это, наверное, дикость. Ну, давайте пройдем на нормально. Вот, гамма-коррекция. Черные появились позже. Со стороны ботанического сада. Черные. Огромные, на голову выше самого высокого человека создания из ночных кошмаров. Жуткие, как вывернутые наизнанку люди. Чудовища, рожденные, чтобы нас погубить. Молва приписывала им чудовищную силу и неестественную злобу. Говорили, что они голыми руками разрывают вооруженных людей. Чего за... Это неправда. Господи, мне страшно. КРИК Правда? Страшней. Знаете, сколько подо мной кирпичей сейчас уже? Ладно. Поехали. Я вот тут недалеко раньше жил. Ну, до войны еще. На Петровке. Один из всей семьи спасся. На работу ехал. Звонить пробовал, ну куда? Что ж, у нас дикие лаги. Но это... Так, мы с Калашом. Йоу. Итак, пойдемте воевать. Воевать. Я готов. Я готов убивать. Мне нужны... Нужны трупы. Черт! Черт! Да что же это творится? Давай! Нападайте, чертовки! Воу! Это... Ё-моё! I wanna see you! Сосай, бич! Ааа! Что это? Люди, пацаны! Это люди? Что за хрень? Получается, я своих перемесил, что ли? Руки в томатной усопке, о господи! Ааа! У-у-у! Уйди! У-у-у! Я пошел строить... Артем! Артем! Артем, просыпайся! Артем, это я, ха! Кошмары! Неудивительно, после всего пережитого? Послушай, Артем. Я был на пепелище Улья Черного. И видел там одного из них. Я сразу отправился к тебе. Это шанс, Артем! Шанс понять! Они ведь пытались установить с тобой контакт. Только с тобой. А ты навел на них ракеты. Хан! Ты как здесь оказался? Вон, немедленно! Да-да, Ульман, сейчас! Артем, нам просто необходимо поговорить с Черным. Я понимаю, что ты теперь... Ульман очень ржачий чувак. Короче, в первом метро, если кто не проходил... Там был прикол, когда он говорил... В общем, вы едете на станцию фашистов. Вернее, на станцию красных. На вагонетке. И Ульман начинает кричать, типа... Ви, фашисты, приехать захватить вашу станцию. Там выдвинулось овер 9000... ...пулеметов, там, не знаю, прожекторов, короче. Все испугались. И вы начали ржать. Вот это шуточки у них такие, конечно. Пуля с оптикой, что ли? А, ясно, понятно. Что ж, это чем-то мне напоминает зов Припяти. Так. Ага. Зажигалка. Здарова, Артем. А этот парень, кстати, был в той группе, которая Д6 нашла. Это гонки. А я вот в новобранцах два года гонял, пока меня в орден приняли. Так, о чем мы там? Говорят, еще признали не строить. Так, ну давайте пойдемте. А, строили, строили, пока СССР не развалился. Они-то знали, что войска будет. Затворились. Это же Романовы? Давай я вам-то, что могло следить. Он же в базарете валяется. С того самого похода в Великую библиотеку. О, в библиотеке были мобы, как банально об этом не звучал библиотекарь. Вот. Это были очень жесткие мобы, в них приходилось там... Дикое количество пульта, на же их тыкать, не знаю. Прежде всего, противогаз. Без противогаза на поверхности и шагу не ступишь. Одна пыль чего стоит. Фонит до сих пор так. Хоть яйца запекай. Да и в метро есть зараженные участки. Не забудь фильтры. Конечно, противогаз смотрится и без них неплохо. Но пользы от него тогда ноль. Так, аптечки. Что тут скажешь? Все, что нужно для выживания в изящной аранжной упаковке. Короче, сталкер. Вот твой аванс за этот месяц. Ребятки, я последнее время мало снимаю. Я думаю, вы заметили. Зарплату мы получаем армейскими патронами. Конечно, ими можно стрелять. Бьют они больно. Но лучше все же приберечь. Вот. У меня экзамены. Сейчас май месяц. Через 10 дней у меня экзамены. Даже через 9. Я дико парюсь из-за этого. Конечно, я понимаю, что экзамены в 9 классе. Ну, вы поняли. Теперь самое интересное. Пушки. Выбирай, какие нравятся, и испытай их в тире. Ого. Значит, да. Обычно рейнджеры носят по 3 ствола. И рыбар их зависит только от тебя, Артём. Так. Пока. РПК. Ублюдок. Так. Убойник. Он, кстати, был в первом метро. Ну, я думаю, возьмем первое оружие. Это. Разрезок. 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 Какой быarrат. и я думаю, для точной стрельбы нам бы не помешала винтовочка. вот, вентиль. Тюнинг. Если у меня оптика, я бы был очень рад. Да, оптика. Ага. Всё. Отлично. Коллиматор. Мы поставили коллиматор. На калаш мы что можем поставить? Ствол, оптика, допустим. Глушитель. Я думаю, чтобы не привлекать внимание, потому что в метро будет много стелсовых миссий. И у меня друг, который как раз-таки мне звонил. Он её уже прошёл. Вот. Ну и для Валеры что мы можем взять? Даже коллиматор поставить? Фига себе. И глушак. Ништяк. Во. Точность огня. Но повышает весь оружие. Делает больше. Вот это вот штучка мне нравится больше. Ну, что ж. Давайте же пройдём наконец-то. В тирке. В тирке. В тирке. И если захочет посмотреть, что-то ещё не попрощается. Артём. Пытай-ка остальных дней пушек. У нас есть револьверчик. Два. Вот, а камни прям дико нравится. Очень круто выглядит. О, офис упадёт. Молодец. А теперь стрельни по бронированному манекену. Улавливай шразнику. Храню пробить. Много патронов надо. Что за искрый? Господи, я сейчас сниму гропу. Ага. Вот он попал, так попал. Чувствуешь разницу. Конечно, так больше подлагивает, но... Ладно, пофиг, пойдёт. Я думаю, так можно снимать. Ну или ладно, ладно, сейчас вернусь. Ну, сглаживание совсем жестко сажает. А вот так вот в самый раз. Мы вчера входили двери. Закрытых ещё тьма. Некоторые заварены даже. Чё-то мне не совсем нравится. Вот их нагонь. А то, что из-за некоторых фонит хоть яйца запекать. Да чё у них за юмор тут про яйца, про фан. Пошли, короче. Так, Лёха, не слушай о том, что... Открывайте ворота! Спарта. Ты про Лесницкого-то слыхал? Ты о чём? У ребят из охранной лаборатории спросили. Чёрт! Что он там уже натворил? Открываем! Давай, пошли. Я хочу испытать Валеру в деле. Ладно, пошли. Ладно, пошли. Угу. Значит так. Верные соповелители и древности клали всё, что могло потребоваться в гробной жизни. Оружие, украшения, колесницы, даже жёны рабов. Такую гробницу мне этот бункер не напоминает. Конечно, бункер размерчиков прям. Перестань нести ерунду! Капец. А сокровища, о которых ходят слухи? Те самые загробные дары. Оружие множество. И коней... Господи! А-а-а! Похоже ведь, правда? Вот только грабители и макил все времена ждали проклятия. Хан, ты заткнёшься или нет? Нет. Эй! Что случилось? Говорят, Лесницкий что-то натворил! Отчёт его знать! Лесницкий был в лаборатории. Смена закончилась. Дверь вскрыта. Всё разворочено. А Лесницкий пропал. Это тело рук чёрных. Ох, терьмо! Так, а внутри-то что? Хранилище там. Вроде химическое оружие. Хотя чёрт его знает. Капец. Сейчас мне полковник за Лесницкого в раскалённую арматуре, но загонит глубоко в душу. Ха-ха. Зло без вазелина. Старый добрый армейский юморик. Лапа, пошли. Ну, конечно, без новой видюхи я вам не могу показать всю прелесть графики метро. Мы будем вынуждены... Ха-ха. Вы видели это дёрганье головы? Метрошечка не будет нас радовать прекрасной физикой волос, вообще детализацией. Прекрасной детализацией огня там. Я не знаю, где вам показать это. Того же дыма. Вот, но... суть игры и графика меня пока что устраивает. Я не графолюб. Так сказать. Ну, что ж, продолжаем. Артём, я чувствую, я просто уверен, что уничтожение чёрных худшая ошибка в истории человечества. Что, если они вовсе не хотели нам вредить? Что, если мы с ними были просто несовместимы? Все кроме тебя, Артём. Да, на твоей родной станции погибли люди. Хантер лучше имеется ордена тоже. А ведь именно он говорил, если мы не будем сражаться за жизнь, нас съедят. Это закон эволюции. Но в этот раз мы, похоже, поспешили начать сражение. На вас напали? Повторите. На вас напали? Да. Артём. Хан. У вас есть информация? Конечно. Да, полковник. Тогда, пожалуйста, покороче. В ботаническом саду я видел чёрного. То есть, одна тварь жива? К счастью, да. К счастью? Как, что за бред? Чёрные худшие из всех угроз, с какими сталкивался орден? Полковник. Чёрный один. Он нам не угроза. У Артёма дар. Я думаю, он найдёт с чёрным общий язык. Отпустите его со мной. Хорошо. Артём, отправляйся с Ханом и найди чёрного. С вами идёт наш лучший снайпер. Она. Есть. Зачем снайпер? Со мной будет небольшой прикольчик, потом я его, естественно, сниму и покажу вам. Вы поймёте, о чём я. Да как вы... Взять его. Убийца! Вы совершаете ту же ошибку. Оставьте его! Я выполняю свой долг. Вывезьте его. Артём! Это твой последний шанс искупить вину. Избавиться от кошмаров. Вот тогда... Плюнь на эти бредни, Артём. Вот это поворот. Похоже, чёрный уже успел покопаться у него в мозгах. Выполняйте задание и мигом назад. Скоро война. И ты мне будешь нужен здесь. Коровчик Кузьмин больше всех захватила. Что за тыл, кролик? Давай за мной. Чё, кто кролик? Артём, скажу прямо. Чёрный тебя чувствует, так? Значит, ты сможешь его выманить. Но знай, Анна и правда лучший снайпер. Если чёрный тебя возьмёт под контроль, у неё будет две цели. Так что осторожней. Лесницкий оказался внедрённым агентом. Ваша задача перехватить его, прежде чем он доставит украденный контейнер своим хозяевам. Ясно? Так точно. Китай прям тоже неплохо захватил так. Если не удастся уйти, метро может ждать катастрофы. Так что, если не сможете взять живым, чё, правда, китайцы в Москве делали? Или это, скорее всего, гастарбайтеры? Выполняйте! Угу. Так, тадам. Где это, Анна? Куда она вообще исчезла, кстати говоря? Допустите вы меня. Блин. Почему я не могу идти? А, ясно, понятно. Так, что это у нас здесь? Лалка? А, Спарта. Господи, там как-то было написано. Странно. Ну да, графон, конечно, сейчас. Ещё скажи, что веришь этому психопату-хану? Мир с чёрными. Я в одном жалею, что не была тогда на телебашне, не наводила ракеты и не видела, как горит их поганый улей. А я видел, лол. Договориться с ними. Пустить их к нам в метро? Чтобы они забрались к нам в головы, управляли нами как марионетками? Да это же всё равно, что договариваться с дьяволом. Отойди от края платформы, подаём на наличие. Какая платформа? Не понял. Ясно, понятно. Этот кролик тебя когда-нибудь... Всё, кролик, это место тебя исчерпало. А вы ведь знаете, что любят делать кролики? Так. Год назад, стоя на вершине телебашни, я видел, как ракеты падали на ботанический сад, обращая всех живых существ в пепел, плавя металл и стекло. Никто и ничто не могло выжить в этом аду, но хан нашёл там чёрного. Теперь мой долг и моя миссия найти и уничтожить его. Завершить начатое. Так, мы летим. Ура! Я пробую своего оружица в деле. Что мы имеем? Наш АК, наш винтовочек. Раньше всё это было обычным делом. А сейчас Монорельс кажется фантастикой. Наши дети уже не будут знать, как им пользоваться. А внуки вообще будут думать, что это всё боги создали. Прибыли. Это станция секретного ветра 2. Что это было, господи? Пока играем, мы уже заметили два бага. Ту башка у него трясётся, теперь ещё и Монорельс. Ну ладно, выходим. Так сказать, десант. Вообще интересно, у него 50-й калибр, походу, по виду магазина. Так, готов? Вперёд! Осторожно, двери закрываются. Удачи, ребята! Ааа! Бдумс! Примета нам сейчас кстати. Кстати, Артём, вы с моим отцом тоже тогда ведь на Монорельсе ехали? Ракеты на рассадник в чёрность наводить. Хорошая примета. Тогда всё нормально получилось. Крест! Ржачная игра, капец. Ладно. Ладно, напряжение есть. Открывай ворота, я держу проход. Молодец, справился. Ещё. Ну, привет. Вот! Вот к чему приводит употребление алкоголя! Видите? Чисто, выдвигаемся. Он... Нет надежды. Погибли в 6 утра. Что? Ира Панченко, Тоня Кравец. Всегодно. Типа не дописала. Мне интересно, как они писали мёртвыми. Ну, типа погибли в 6 утра. А, ну, в принципе, она могла написать только подруге. Так. Ну ок. По плану впереди вход в коллектор. Да пошли, чутачку, ишь. Это норма. Всё с водой. Вот это физика. Раньше в метро воды не было. Господи! Вот это взрыв! Так и да. Так. Лестница. Осталось совсем чуть-чуть. И посмотрим, кролик ты или кто. Эй, а чё это я без противогаза? Поверхность. Надевай противогаз. Ясно. О, этот момент. Хватит пялиться на мою задницу, кролик. Не для тебя цвету. Ай! Авторы прямо-таки знали меня. Вау, мне нравятся капли, которые капают на противогаз. Смотрите. Круто сделано. И я доволен. Помоги-ка. А где снег? Первое метро было дофигища снега. Я не понял. Так. Что здесь происходит? Там удобная позиция. Смогу держать большую территорию. Графон, конечно, я представляю, какой офигеннейший был бы с полными системками. Ребят, ну... А я простая девчонка. Мне туда оставаться нельзя. Теперь слушай внимательно. Ты идёшь вперёд, ищешь тварь. Думаю, раз они тебя так любили, чёрные тебя почуют и сам вы... Блин, грязь. А вот, Джей протереться. Господи! Одень его, придёшь. на меня рассчитывать. Если вдруг у тебя дрогнет рука, я не подведу. Ладно. Удачи. В общем, что я хотел сказать. То, что будет новый комп, будет офигенная графа. Так. Вот та вот, зараза, мне не совсем так нравится. Ага. Ага. Вот тогда. Вот оптику бы на это верить. Так. Слушай, и правда, ещё и вода растирается. Офига себе. А хорошо вы тут всё отутюжили. Одни воронки. А, то есть, вот оно было и гнездо. Столько времени. Есть какое-то движение. Приготовьтесь. Сейчас я пойду. с канчинами. Редактор субтитров. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ок, походу я не туда пошёл Ясно, понятно Вот мы продолжаем с этого момента Они такое, что и кролик Неплохо справляешься, Артём Это как в бинтболе Начинающих игроков называют хомяки У них, получается, кролики Кролик, значит, да? Кажется, вижу Метров 30 от тебя На 2 часа 2 часа Вот же он Мелковат Но с виду чёрный Ну что же ты? Давай! Вау Ах, ты школьник Что ж Постой Он должен быть тут Следить за тобой Вижу Сейчас я ему скажу Прыгай за ним, Артём Там не обойти Блин, ну всё-таки я попытаюсь улучшить графон Как-нибудь Так Чёрт, он прямо на тобой Осторожней Готовь Да стой, милки Не убей тебя, типа А, всё Он скончался Ох, ё-моё Сбакуа Ааа, опять упорот Калейдоскоп, короче Значит будем смотреть кинцо О, моменты с первого метро Вот так да Вот так подарочек Фига себе их тут было Ничего себе Мелкий чем-то похож на кровососа Ну типа он их всех убил А он успел Спасибо за кинцо, чувак Да господи, классика метро Фашик даёт тебе с ноги Пол бы, блин Существо, которое я встретил на выжженных останках ботанического сада Выглядит как чёрный И смогло проникнуть в моё сознание Доставая и вытряхивая из меня самое сокровенное Но это был только детёныш И я уверен Он меня узнал Узнал и испугался И смог на какое-то время вывести меня из строя Этого хватило Чтобы оказаться в плену Больше всего я в метро любил летательные ножи Это просто идеальное бесшумное оружие Так же оно очень эффектно выглядело Свежее поступление Сори за дыхание сейчас Около рейнджера был обнаружен мутар Размером с ребёнка Он также был доставлен в рейк Ладно, потом разберусь Что поэтому? Подозрение в генетическом уродстве У меня в норме всё Две руки, две ноги, пальцев сколько положено Я нормальный? Нормальный? И вообще, я гражданин Ганзы Молчат! Это ты на Ганзе, гражданин А тут подозреваемый в мутации У них типа тоже ариицы, что ли? Если твой череп правильных пропорций Ты свободен Если нет, ты недочеловек Урод! Это произвол! Да стой ты спокойно Что там у тебя? Реально Так, 318 миллиметров на 302 Смотрим в табличке Ну вот Поздравляю Ты мутант? Нет, нет, пожалуйста Воу В мусоропровод Вопрос простой Какое задание выполняли в ботаническом саду? У разведки своей спроси Они замеряют на арийцев Ничего себе Читаю до трех Один Слава красной линии Два Да здравствует товарищ Москвин Три Не надо Я расскажу Но Не при посторонних Меня убьют, если узнают Этого Во второй блок Че ты зыришь Обычно Рейх не вмешивается в дела ордена Но тут нам одновременно попались Рейнджер Красный И мутант Что все это значит? Говори или получишь пулю Бери офицера Ах ты! Вау Чел красавец Ты не убьешь Да Просто Я люблю тебя, мужичок Ну, вы неправильно Меня поняли Я так понимаю Из ордена Со Спарты А я с красной линии Наши начальники Может в засосы не целуются Но нам-то Простым солдатам Что с того? Хорош Понятно Правильно среагировал Бери командира Я одно знаю В одиночку отсюда не выбраться А вместе шанс есть Так А что они там говорили Про мусоропровод? Ага Сейчас мы и попробуем Может оружие какое-то есть? Да, паренька жалко Ладно Выбираемся из этого концлагеря Там посмотрим Сейчас мы упадем Наверное в город трупов Ведь они в мусоропроводке Да, мы не поняли Тебя бы туда, тварь, кинуть Так Мы едем в темноту О, фу Господи Пойдем О, знакомые трубы Это у них типовое решение Для таких заведений Если бунт или еще что Вся тюрьма становится большой газовой камерой Лифт едет, дальше двинем Ага У меня бы оружица только найти Двинули Какие-то грибочки Я, конечно, слышал, что у них тут где-то концлагерь Но такие вот масштабы О, фу Да Шесть Капец, конечно А там чувак Я первый Ты за мной Только тихо А то газ пустят Так 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 Двинули Ты, главное, на свет не показывайся Темнота, друг диверсанта Конечно Чистый сталкер По диалогу Так Кажись проскочили Ну-ка, ну-ка Решетка Всякие присказки Там Пословицы Не знаю Эх Видно мало каши Жаргон какой-то полутюремный Тут не пройти Да Напоминает мне все-таки озвучка сталкера Но пофиг Ладно Куда дальше-то С низкой графикой Посмотри-ка Какая-то Анимация Воды Там Огня Видите Она Даже на одном Там же моменте Не завершается И как мне тебя подсадить Ага Ясно Ну что ж Это норма Наверное У меня сейчас ствол скинет Я так Думаю Давай наверх Опа Так А сейчас Представь что ты Маленькая сука-мышка Пригнись И потихоньку Теперь Тихонечко Двигай вперед Несколько Несколько хороших Суточек А так Как хорошо Пристрелим у тебя И людей сбережем Маленькая сука-мышка Отомри Что такое Что Интересно Что это Конечно слово Отомри Он не услышал Типа Делаем так Ты Правого Я левого Я своего Отвлекаю Тут ты снимаешь Своего Ферштейн Давай Только раньше Времени не начинай Все Работаем Что же делать Пожалуйста Пожалуйста Я и нет Господи Лопаты Что за пытки Ты что Гипнотизер Хорош пялится За дело Чувака бьют А я тут стоял Ха-ха-ха Ку Что И Суня Ох молодец Даже не вязнул Гад Ох таки да Слушай Эй Слышишь меня Там рычаг Он лестницу опускает Норм Вот это Сколько сможешь Ничего Нам все Все равно Конец Выкрути лампочку Вот это Фашки Тут блин Намеханизировали Выверни лампочку Не боись Не обожжешься А Я не пойму Какую Ясно Понятно Не надо Не надо Не надо Дай Ты на себя Дай Голову Отшопы Не отмечай А все Даже По Портики Там тень Человека Вот это Анимация Искры Давай на ту сторону Может там Выйдет Подняться Встретимся Наверху Не буха Ну что Чувачок Готов Что Парень Открой клетки В караулке Выключатели Эй Да понял Я понял Я постараюсь Вас спасти Чуваки Да Молодой Человек Вижу Что Вы Суды Не на Прогулку Вешли В караулке Пульт В караулке Выпустим Выпустим У вас Я надеюсь Как бы Что значит Ты его отпустил Ты что Рехнулся О Грибочки Приказал Расход Это же Трибунал За сочувствие Уродам Не знаю Я Я смотрю На него И вместо Этой черной Обезьяны Сморщенной Вдруг вижу Своего Пацана Сынишку Своего И А тут еще Этот торговец Ганзы Продай Говорит Зверька Че его Стрелять Хорошей бабки Говорит Дам Ну я И что Заплатил А то Ты это Послушай Я готов Поделиться Мне одному Много Ты только Обершарфюреру Не надо Так Чего гуляем Так конец смены У нас Тогда нечего Здесь торчать Марш Козарму Есть Геро Обершарфюрера Ох Нифига себе Они Человека Блин Как мишень Используют Капец Жесть Ну фрицы Они и есть Фрицы Блин Уроды Тварь Нелюди Блин Ножи Кайфового цвета Так Ну Пошли Блин Что такое Что Интересно Что это Тревога Побег А вот В общем-то Нифига У меня Сейчас Не получилось Я Не понял Как метать Ножи Ну Думаю Ничего Вроде Разобрался Сейчас И вот Того Фрица Смогу Сейчас Снять Ну Как бы Два раза Надо Нажать С Отворачивается Я Подхожу К нему Отлично Конечно Блин На низкой Графе Как-то Они Анимацию Сделали Просто Пипец Блин Это Дико Блин Какой-то Гифки Лучше Даже ВК Вы можете Себе Представить Да Ну Что От низкой Графе Я Даже Больше Ожидал Вот Такие Пирожочки Добрался Прячемся О Так Лучше Ага Ты Кто Такой Да Он Это Мимо Проходил Уже Уходишь Давай Шлюз Живо Выпустите Выпустите Вот это Шуточки Типа Он мимо Проходил Концлагеря Там Закрывай Закрывай Шлюз Я хочу Жить Я Жить Хочу А то На Вот Держи О Лера Лампочка Загорается Когда Тебя Лерит Толбна Значит Так Дальше Наверняка Будет Охран Но Своих Газом Они Дравить Не Станут Поэтому Можно Будет Развернуться По Полной Эх Гранату Бы Ну Ничего Прорвемся Ну Да Поехали Будем Прорваться Или Пускакали Короче Первый Минус Один Да Он Он Тоже Контр Играл По Любому Блин Играть Офигенно Ребята Советую Прям Капец Ага Ага Ну Типа Минус Два Вот Тогда Так Я не понял Я не понял Что здесь Происходит Ааа Азаза Дым и ночь Досталь Рызить Буду Нафиг Я вообще С фонариком Шел Я не врубаю Да Может Не получилось Пройти Зато Незаметно Вообще И патрона У нас нет Вот так Замечательно Что мы можем Сделать Ага Ага У нас есть нож Итак Ясно Понятно В общем Ребятки У меня Закончилось Место На моем Компе Я слишком Увлекся Снял 42 минуты Вот это Да Короче Подписывайтесь На канал Ставьте лайк Я сейчас Его отрендерю И продолжу Снимать метро Я просто В шоке Игра Офигенная Вот В общем Увидимся Пока